Здравствуйте, друзья! Я буду говорить об одной из фундаментальных вещей, которые позволяют нам быть вместе. Это штука, которая называется доверие. Когда я занимаюсь вопросами, которые касаются предсказания будущего и проектирования будущего, и довольно часто мне приходится в рамках разговоров с другими людьми обсуждать тему о том, технология будет ли позитивной для нас, будет ли она порождать позитивные сценарии или будет негативное воздействие на нас иметь. И очень часто мне говорят, посмотрите, человеческая природа, несмотря на воздействие технологий, не менялась и только позволяла все более плохим свойствам человека проявляться. Я в этих спорах, как правило, занимаю позицию техно-оптимиста. Я считаю, что технология дает нам возможность становиться лучше и в конце концов сможет вернуть нас к нам самим. И одна из базовых фундаментальных вещей, которая очень важна для того, чтобы мы были вместе, это доверие. Доверие – это та вещь, которую достаточно сложно определить, это своего рода состояние, которое присутствует повсеместно для того, чтобы общество как целое или отдельные его проявления могли быть. Оно нужно для того, чтобы организации могли существовать. То есть люди должны доверять друг другу, что один делает работу, и другой подхватит его работу в какой-то момент. Ну, например, когда люди делают медицинскую операцию, это, как правило, множество людей, соединенных вместе, делающих достаточно сложную работу. Самое главное – пациент должен доверять этим людям, что они сделают работу правильно, и он не умрет на операционном столе. Это повсеместно. Нужно доверять семье для того, чтобы вести совместную жизнь. Разрушением доверия влечет к недоверию, влечет за собой невозможность совместного действия. Это измены, предательство, преступления – все то, что разрушает доверие. Доверие нужно для того, чтобы люди могли вести любые типы совместной деятельности. Поэтому очень важно понимать, что это такое. Пытаясь понять, что такое доверие, сейчас возникла особая дисциплина в социальных исследованиях, в экономических исследованиях. Выявляют определенные качества. Например, мы можем доверять тем людям, которые ведут себя предсказуемо. То есть мы ожидаем, что они себя как-то будут вести, они себя так ведут. Мы, да, мы можем им доверять. Мы доверяем тем людям, которые ведут себя подтверждаемо. То есть когда мы видим, что человек декларирует что-то, его слова не расходятся с его делом, или он не обманывает нас, мы можем ему доверять. Это все составные части, кирпичики доверия, но этого недостаточно для того, чтобы понять, а что доверие есть. Потому что в доверии всегда есть то, что называется прыжок веры. То есть вот этот первый акт, когда мы можем человеку довериться. И рядом с этим стоит вопрос, а как восстанавливается доверие? Потому что если мы уже знаем, что человек нас обманул, если мы уже знаем, что человек повел себя ненадежно, как мы можем продолжать ему доверять? Тем не менее, доверие восстанавливается. Это тоже есть. Вот есть этот волшебный ингредиент, я про него тоже немножко с вами подумаю. Доверие очень важно для того, чтобы решить фундаментальные кризисы, в которые мы, как человечество, въезжаем. То есть кризис 2008 года по сути своей является фундаментальным кризисом недоверия к одному из базовых институтов – финансово-кредитной системе. Финансово-кредитная система в основе своей имеет кредит. Кредит и означает доверие. Это был механизм, которым общественная экономическая деятельность смогла растиражироваться на огромные, выйти за пределы вот этих маленьких группок, в которых люди существовали, и растиражироваться на всю планету. Вот недоверие к этой системе говорит нам о том, что что-то не так. Другая сторона – это экологический кризис. Вот на слайде изображена одна из самых больших экологических катастроф, которые мы имеем в настоящее время. Это маленький-маленький кусочек того, что называется великое пластиковое пятно. Гигантская свалка пластикового мусора, по площади несколько Германий занимающая, плавающая в центре Тихого океана. Про нее уже известно 20 лет. Все эти 20 лет правительства стран, которые окружают акваторию Тихого океана, которые все, так сказать, своими сбросами вкладываются в эту сквалку. Не могут договориться о том, кто из них будет этот пластик перерабатывать. Проблема в том, что они не доверяют друг другу. Это знаменитая так называемая трагедия общего блага в одном из ее проявлений. Когда у нас есть какой-то общий ресурс, например, чистый воздух, можно более просто, значит, есть пруд, в котором водится рыба, и несколько рыбаков. Каждый ходит, рыбачит. Если они знают, что они не могут доверять друг другу и как-то из этого извлекают выгоду, то нужна рациональная стратегия, как можно быстрее вытащить всю рыбку. Вот это проблема общих благ, проявляющаяся в том, что очень сложно на таких системах, которые касаются всего мира, выстроить доверие. И вот здесь вопрос. Для того, чтобы решить эти кризисы, для того, чтобы двинуться дальше, нам нужно расширять границы доверия. И я сейчас поговорю с вами о том, что такие технологии, которые это делают, они уже появляются. Часть из них появились, частью появляются, частью будут появляться в ближайшее время. И когда они распространятся среди нас, это будет очень сильно нас менять. Первая из них, я думаю, она в своих проявлениях уже многим знакома. Это то, что к нам стремительно идет прозрачное общество. Или общество, в котором каждый видит каждого. Ну вот один простой пример. Вот это скриншот страницы человека, который только что разрушил свою семейную жизнь и въехал в серьезный законодательный процесс, который, видимо, грозит ему длительным тюремным заключением. Это человек, который был двоеженцем, и две его жены увидели фотографии друг друга через Facebook. И, в общем-то говоря, он, не разорвав брак с одной, уехал в другой штат, и там заключил второй брак. Счастливая невеста выложила фотографии. Через страницу, значит, ссылок попало на глаза первое. Она увидела, как они разрезают свадебный торт, сказала. Что? Дорогой, иди сюда. Ну и началось. Вот. Тайное становится явным. Facebook этому очень помогает. Я не буду здесь останавливаться. Можете сами нагуглить историю про то, как кандидат на главу разведки Ми-6 не стал таковым из-за того, что его жена опубликовала все фотографии их семейных праздников, со всеми ссылками. И говорится, любой заходи и вербуй. Поэтому его исключили из кандидатов на руководство секретной разведкой. Но, к сожалению, для того государства, которое его исключило, для всех других, эпоха вообще тайных служб, она подходит к концу. И я думаю, что Wikileaks – это хороший первый сигнал. Потому что становится все более сложно скрывать вот эти вещи от общественности. То есть любые тайные вещи выходят наружу. Документы публикуются в интернете. Фотографии публикуются и становятся доступными. Закрыто и открывается. В этих условиях честность оказывается лучшей политикой. Вот это и есть момент, когда мы переходим к прозрачному обществу. Это происходит уже сейчас. Поэтому руководители пиар-служб учат сейчас, что не надо обманывать, надо интерпретировать факты. Но это промежуточный этап. Дальше будет хуже для руководителей пиар-служб. Вторая вещь – это то, что, в общем-то говоря, сейчас на подходе. Это вопрос о том, что мы, конечно, можем проверить факты, но нам гораздо сложнее проверять намерения. Для этого нужно, чтобы возникли дополнительные механизмы. Вот они в каком-то зачаточном виде возникают. В виде того, что в будущем будет проявляться как сообщество доверия. Сейчас это называется сообщество экспертной оценки. Это проблема, связанная с тем, что мы очень часто не можем понять, действительно ли нам надо принимать решение о том, что вот это пробовать, это не пробовать. Это так называемые опытные блага. Вот здесь скриншот одного из первых таких сообществ, Мханет, русский сайт. Там люди обмениваются сведениями о том, что хорошо, что плохо. Как мы можем понять, что, например, это вино, этот фильм или эта книга достойны моего внимания? Ведь их столько много. Поэтому нужно пойти к экспертам, либо к тем, кого я очень хорошо считаю гуру в этом процессе, либо те, кто как-то похож на меня. Вот Мханет, он позволяет находить кого-то, кто во многом похож на тебя, и чтобы эти люди рекомендовали свои новые открытия тебе. И такое идет взаимное обогащение. Очень эффективный инструмент. Но примерно то же самое мы можем растиражировать на гораздо большую сферу. Например, можем ли мы доверять человеку, когда мы собираемся сделать какой-то совместный проект? Этот человек надежен, ненадежен? Есть понятие репутации. Оно пока не оцифрованное и присутствует больше в таких разговорах. Да, я с ним делал, он не очень хорош, поэтому лучше ему не доверять. Но это можно перевести на более широкую базу. То есть создавая сообщества, в которых люди декларируют намерения, и потом подтвержденные намерения, успешно реализованные действия в определенной сфере подтверждают, что этот человек действительно заслуживает доверия. Это становится дополнительным ресурсом, своего рода валютой. Это валюта, которая позволяет человеку получать дополнительный доступ к политическим ресурсам, к кредитам, деньгам, к новым людям. Да, потому что этому человеку можно доверять. Таким образом, вот сообщество доверия, где-то в рудиментарном виде уже возникает, мое предсказание, что в обозримом будущем они станут достаточно широко распространены. И это будет одна из важных вещей, в которых мы будем присутствовать, и которая будет нас вынуждать менять наше поведение. Имея в виду, что мы боремся уже даже не за деньги, которые только вторичны, только один из ресурсов. Мы боремся вот за этот рейтинг доверия. Ну и на самом деле, это уже область предсказаний. Я думаю, что когда мы будем входить в такие сообщества, все равно в них будет проблема обмана. Ну то есть люди начнут, потому что проблема обмана есть всегда. И будут возникать дополнительные устройства, которые будут помогать нам разрешать эту проблему. То, что позволит быстро и явно проявлять, врет человек, не врет человек. Вот некоторые из таких фантазий, мы, так сказать, обсуждали это. Но фантазии весьма реальных, потому что они близки к реализации. Мы просто обсуждали, что может быть. Вот одна из вещей. Некоторые, может быть, слышали про такую штуку, как электронные татуировки. То есть когда под кожей чернила могут модифицироваться в зависимости, так сказать, от вашего заказа, принимать разные изображения. Так вот никто не мешает эти татуировки связать с таким встроенным детектором лжи, который будет показывать, а действительно ли человек в этот момент говорит правду. Эту технологию тоже, как и любую, можно будет обмануть, но она будет дополнительной страховкой для того, чтобы люди видели эти намерения. Одно из многих, которые могут возникнуть. Вот то, что действительно может сильно поменять обстоятельства, это различного рода нейроинтерфейсы. Об этом здесь еще будут говорить. Так называемое направление когнитивной психологии и возможности, значит, напрямую считывая сигналы мозга через компьютер, мозг-компьютер-интерфейсах и через сеть видеть, если не, ну, как понятно, там есть ограничения, но частично видеть состояние, в котором находится сознание другого человека. Эти устройства будут совершенствоваться. Это, очевидно, один из больших трендов. И здесь, я думаю, будут серьезно меняться, так сказать, с аппаратной точки зрения, возможности видеть правду, говорит или ложь, говорит другой человек. Но все это технологии. И технологии не дают вот этого магического ингредиента. Мне кажется, магический ингредиент все-таки лежит в этом чувстве человечности, который у нас есть. И в тех основаниях, на которых мы все-таки глубинно можем доверять миру и другим. И для того, чтобы осваивать то, как мы можем доверять, на каких основаниях, кому, и как мы можем доверять в том числе самим себе, для этого будут развиваться, уже развиваются, развиваются много тысячелетий, практики подлинности. Их много разных. Ну вот, например, здесь, на этой фотографии люди занимаются одной из таких практик, которая называется «Аутентичное движение», которая как раз направлена на то, чтобы люди ощущали себя более осознанными и учились в себе самих видеть искренность, подлинность и уходить от лжи. Это то, что позволяет людям в отношении к миру и к себе давать больше доверия. Таких практик много, и я думаю, что они будут необходимой частью вот этого движения к освоению новых, в новом масштабе доверия между людьми. Вопрос, куда это все нас ведет? Я считаю, что это очень интересный вопрос, потому что мы можем выйти в принципиально новое пространство, не похожее на то, что было раньше. С интернетом, конечно же, потому что интернет, как было сказано в первом ролике, который здесь звучал, это то, чего в определенном смысле никогда не было, и что мы наполняем своей человечностью. Я думаю, что вот на горизонте 100 лет мы можем ожидать возникновения. Я долго искал слово, которое может, или термин, который может отразить то, что может появиться, и решил выбрать термин «лес сознаний». Это лес, это всегда сообщество, очень тесно связанное вместе. Вы можете представить мангровый лес. И одновременно это независимые существа, живущие вместе и зависящие друг от друга. Так вот, примерно такого рода структуры будут возникать. Это люди, группа людей, которые существуют в разделяемых ценностных, смысловых пространствах общего будущего. Разделяемых настолько глубоко, для этого будут все эти инструменты максимального доверия друг к другу, дополнительные аппаратные модификации и так далее. Настолько глубоко, что они могут вместе мыслить, вместе решать проблемы и действовать согласованно на принципиально другом уровне совместного действия. Вот этот вот лес сознаний станет в какой-то момент доминирующей формой, потому что быть исключенным из таких групп будет очень плохо. Просто потому, что не будет доступа к ресурсам, не будет доступа к возможностям, не будет возможности действовать, потому что люди действуют именно в таких группах. Я думаю, что это хороший тренд, потому что в таких группах люди могут себя реализовывать максимально эффективно в совместном действии. А сейчас мы, конечно, еще достаточно далеко от этого, но на пути к этому. И я буду рад, если некоторые из сидящих в этой аудитории что-то из того, что я рассказал, воплотят в жизнь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ